Всем огромный-огромный привет, девчонки! И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими покупками, приобретениями новыми сумок, обуви и платьев. Вы знаете, что я ношу только платья, покупаю только платья, поэтому в этом видео тоже будут красивые очень платьишки и очень много чего-то интересного. Начнем, наверное, с того, что я долго искала белую сумку, хотела я приобрести себе фурлу белую. В этом сезоне я уже покупала фурлу в Duty Free в Анталии по очень хорошей цене. И в тот же раз я хотела себе купить белую фурлу, потому что у меня появилось много вещей, которым нужна белая сумочка. Красивая, маленькая, аккуратная, элегантная. Но белая фурла смотрится довольно-таки дешево, на мой взгляд. Не знаю почему, но когда я померила, мне вот что-то не понравилось. Поэтому я приобрела себе красивую коралловую, а белую была вот в поиске. Белый, и с мая месяца я была в поиске, все-таки я нашла. Я приобрела вот эту вот малышечку от Dior. Это самый маленький размер. У нее есть вот такой красивый ремень, аккуратный. Я на самом деле была против этих ремешков. Очень долгое время я не любила носить сумки на таких ремешках. Но вот эта, просто когда я ее померила, она вообще просто нереально круто смотрелась. Вот такая малышечка маленькая. Вот такие ручечки. Я думаю, что вы все знаете эти модельки. И она смотрится очень красиво. Я тоже вставлю фотографии. Я думаю, что в принципе вы и видели меня с этой сумкой уже в инстаграме. Я много уже фотографий выставляла. Я ее купила где-то около полтора месяца назад. И не могу нарадоваться. Очень красивая сумка. Подходит ко многим моим платьям. Вот. И по стилю. И... Ну она очень классная. Вот. Именно вот эта маленькая моделька, большую, я не хотела. Здесь, на самом деле, она открытая моделька. Здесь только сверху вот такая штучка на кнопочки. Конечно, смотрится она просто потрясающе. Вот. Я очень полюбила эту модельку. Ну, она очень красивая, мне кажется. Просто потрясающая. Дальше хочу вам показать... Еще одну сумочку я покажу в конце видео. А хочу вам показать платья в магазине Oji. Магазине Oji. Это российский бренд, насколько я знаю, да. Я нашла два потрясающих трикотажных платья. Вот так вот они выглядят. Не знаю, будет вам видно или нет. Немножко помялось это платье. Но оно просто трикотажное. Голубое я купила и темно-синее. Тоже вставлю фотографии. Вот. На самом деле стоило оно недорого. Стоило оно 44 рубля 99 копеек. Это буквально 25 долларов. Вот. Было оно на скидочке. Вот. Со скидочкой... Было оно до скидки... Сколько? 700 тысяч. Осталось 44. Я купила на распродаже. Очень понравилось мне это платье. Оно сидит по фигуре. Имеет небольшое декольте. Полностью облегает всю фигуру. На самом деле я такие платья раньше очень редко носила. Как-то больше любила что-то от талии. Такое приталенное немножко. Но это платье мне очень понравилось. И мы его с подружкой мерили несколько месяцев назад. Когда оно только появилось. Это была летняя коллекция. Моя подружка тогда мне сказала. Бери обязательно. Оно тебе классно. Все сказали, что это классно. Но я сомневалась. И вот мы пришли в сезон распродаж. И я была просто в шоке. Как оно красиво смотрится. Еще раз я его померила. Ну действительно я поняла, что это мое платье. Когда я померила еще темно-синее. Я поняла, что вообще темно-синее. Это вообще мое-мое. У меня фотосессия была в Робинсон Клабе. Тоже в этом потрясающе красивом платье. И вот. Ну у меня еще не было таких платьев за последние годы. Которые были по фигуре. Красиво смотрится. Можно и осенью одевать. А вот это конечно более таку летний вариант. Так что забегите в ОДЖИ. Есть в России. Есть в Беларуси. В России не знаю где. В Беларуси есть в торговом центре Галилео. На вокзале. Новобруйской улице. Забегите. И там есть они в желтом цвете. Очень красивые платья. Трикотажные. Качественные. За такие деньги. Мне кажется это просто. Не знаю. Это очень круто. И я взяла два платья. И безумно-безумно рада. Следующее мое приобретение. Это обувь. Я обожаю обувь. Очень качественную. И люблю такие модельки. Чтобы это все-таки было что-то классическое. И мне нужны были новые босоножки на лето. Я хотела приобрести что-то голубенького цвета. Или синего. Что-то такое. Но я ничего не могла найти. Особенно. Ну в Минске вообще ничего нет. Вот. Буду пить немножко параллельно кофе. И я решила купить лабутены. Потому что в Минске просто какой-то обуви. Но ее нету. Красивые. В основном сейчас все идет на толстом каблуке. Либо на тракторной подошве. Вы знаете, что это очень трендово. Но я как всегда анархичный человек. И я не иду как-то вот за трендом. За этим. Потому что я считаю, что это смотрится неженственно. Некрасиво. Грубо. Вот. Я не такой человек. Я не люблю грубую одежду. И это просто мне даже по стиль не подходит. Поэтому я захотела купить просто красивые классические босоножки. Чтобы они подходили под все. Я выбирала между двумя цветами. Между красивым бирюзовым. И вот такие я вообще не планировала покупать. Но как-то я поняла, что все-таки бирюзовые мне подойдут только под два платья. А вот такие бежевые. Ну, мне кажется, бежевой обуви никогда не бывает мало. Поэтому я взяла такие босоножечки. Уже их носила несколько раз. Вот. Красивые, обычные босоножки. Вот такие лобутены. Натуральный лак. 39 размер я брала. Вот. Ну, в общем, такие красивенные. Очень-очень, не знаю, очень милые. Несмотря на то, что у меня уже есть туфли лобутены такого цвета. И я думала, что мне не нужно больше ничего такого цвета бежевого. Но я поняла, что все-таки модель классическая. Она подойдет под все. И будет действительно в тренде очень много лет. Потому что действительно, ну, такие босоножки, они всегда в тренде. Поэтому я решила, если уже тратится, то тратится на что-то более классическое, да. А не на какую-то обувь, которая модная только один сезон. Вот. Так что взяла. Очень рада. Они такие красивые, они такие милые. И подходят практически под все мои платьишки. Ну, вот я считаю, что на лето это отличный вариант. Вот. Скоро тоже уезжаю. Обязательно возьму их с собой. Потому что лето у меня продлится очень долго. До середины ноября месяца я улетаю скоро. Поэтому лето, лето у меня будет скоро и долго. И я с удовольствием буду их носить. Ну, они очень красивые. Я думаю, что вы знаете эту модельку. Очень женственные. Я люблю женственную обувь. Каблук здесь вроде 12 или 15 сантиметров. Не знаю. Но очень удобно за счет того, что есть манкеточка здесь. Ну, как бы я привыкла ходить на каблуках. Вот. Поэтому если куда-то выходить в свет, в люди, то, конечно же, это будет красивая обувь на каблуке. Даже вообще без разговоров. И последнее, что хочу вам показать, это еще одна сумка. 300-500. Сумка. На самом деле, хотела я эту сумку, но не могла определиться, в каком цвете я хочу. Но вот так получилось, что увидела вот эту и поняла, что это мой цвет. Красная сумка у меня уже есть. Мне хотелось что-то на лето красивое. Розовых, коралловых у меня тоже очень много. А вот такой у меня еще не было. И это сумка от Валентина. Сейчас аккуратненько все сниму и покажу. Вот такая вот голубенькая сумочка. Потрясающе красивая моделька. Это маленький размер этой сумки. Она идет на цепочке. Вот. Посмотрите, какой красивый небесный цвет. И мне очень нравится ее носить вот этим голубым платьем. Смотрится просто потрясающе. И с белой обувью, либо бежевой. Вот. И она очень красиво смотрится также с джинсами. С другой какой-то моей. Тоже вот у меня есть голубые такие джинсовые сарафаны. Я тоже думаю, вы в инстаграме видели. И смотрится она просто потрясающе. Несмотря на то, что она кажется такой вместительной. Она очень маленькая. Но она вот так вот немножечко складывается. Это натуральная кожа. Вот красиво очень она так смотрится. Мне очень понравилась тасовочка. Ношу я ее. То есть ее можно носить как клач вот так вот. А можно носить на ремешке. Больше всего мне нравится носить ее на ремешке. На цепочке точнее. Цепочка очень тоже качественная сделана. Сейчас вам покажу внутри, как она выглядит. Даже копеечки еще там мои остались. В общем, внутри там небольшая такая подкладка. Один карман. Вот. Не знаю. Очень красивая сумка. Вот. Мне она очень понравилась. Мне кажется, в красном цвете она тоже очень круто смотрится. У меня есть у моей подружки в красном цвете. И, по-моему, здесь вот это тоже красное. Но красную я на ней буду брать. Просто потому что я не очень люблю красные сумки. Мне кажется, они вульгарно смотрятся. Но иногда какие-то луки потрясающие. Ну, цена, конечно, немножко кусачая. Поэтому я думаю, что красная мне все-таки не нужна. Вот. Ну, голубая была мне нужна. И мне кажется, это потрясающе красиво. В общем, напишите, как вам. На самом деле, когда эти сумки только вышли, я их не хотела брать из-за того, что вот эта штучка мне показалась грубоватой, да. Вот такая вот. Но сейчас, вот не знаю почему, мне кажется, что с какими-то аккуратными платьями смотрится достаточно неплохо. Вот. Понравилась мне очень сумка. Это я ее просто сейчас люблю, обожаю. Вот. Так что, да. Поделилась с вами своими покупками. Надеюсь, вы что-то для себя тоже присмотрите. Вот. И ставлю, конечно же, видео, фотографии, чтобы вы могли наглядно посмотреть. Может быть, вам тоже понравятся какие-то мои луки. И вы найдете для себя что-то похожее. Огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Продолжение следует...